Добрый день! В прямом эфире программа Вести Ульяновск. В студии Ксения Грищенко и вот главные темы этого выпуска. Не поют, а плачут. Вот мы ходили три бабушки. Судья нам имя дала уже, бурановские бабушки. Суд бабушки выиграли, но победителями себя так и не почувствовали. Почему, расскажет Олег Тюрин. Больше 12 тысяч заболевших ВИЧ, каждый 104-й житель региона страдает страшным недугом. Прям еще раз призываю и направляю людей, у которых хоть когда-то был незащищен половой контакт, человеку нужно взять анализ на ВИЧ-инфекцию. Узнать свой ВИЧ-статус можно за 15 минут. У Тульяновск участвует в марафоне «Тест на ВИЧ-экспедиция 2019». Бродвей в кармане. Это вокал, танцы, цирковое искусство и декоративно-прикладное творчество. У нас здесь даже такие ребята, которые, может быть, стесняются проявить себя на всю аудиторию повседневной жизни. А вот тут мы им даем такую возможность, такой толчок, мотивацию, именно для того, чтобы в дальнейшем уже реализоваться еще более масштабно. Фестиваль объединил полсотни одаренных ребят со всей области. Сосчитают всех. В октябре 2020 пройдет Всероссийская перепись населения. В этой связи в стенах регионального органа госстатистики прошло организационное совещание, посвященное подготовке к масштабному мероприятию. От предыдущих подобных подсчетов предстоящая перепись отличается тем, что она будет проводиться не только в бумажном, но и в цифровом виде. До переписи осталось уже чуть-чуть меньше года. Сейчас там обсуждается состояние адресного хозяйства, состояние аншлагов, условия взаимодействия между статистикой и МФЦ. Для нас особенно важно знать, каким образом мы подготовлены к этому процессу. И для нас принципиально важно, чтобы не было никаких сбоев, потому что результаты этой переписи как раз-таки покажут, как реализовывается в нашем регионе национальный проект. При этом в ходе переписи подсчитают не только количество жителей в Российской Федерации, но и отдельных субъектах, но и установят другие статистические данные. В процессе переписи мы получаем возможность, ну как бы уникальную возможность получить много информации, интересной информации о состоянии, структуре, динамике населения. В том числе мы получаем такую возможность без проведения специальных обследований узнать, например, количество фактических браков, соотнести их с количеством юридических браков и таким образом выяснить количество незарегистрированных браков. Предыдущая перепись населения проводилась в России в 2010 году. Население нашей страны тогда составило 142 миллиона 905 тысяч 200 человек. Узнать свой ВИЧ-статус за 15 минут. Ульяновский регион принял участие в марафоне «Тест на ВИЧ-экспедиция-2019». Всероссийская акция стартовала 17 июня в Севастополе, а 5 ноября пройдет завершающее мероприятие в Москве. За этот период запланировано посетить 40 регионов. Провериться на ВИЧ смогут жители около 200 городов, среди которых оказался и Ульяновск. У меня тут подружка, я друзей своих позовала, и я думаю, это правильно. Тем более это бесплатно, я думаю, это надо пройти, чтобы самому знать, мало ли что. Во-первых, нужно знать то, что мы не болеем. Нам тут рассказали о том, как важно при половом контакте, то, что нужно защищаться, почему это важно, чтобы не заболеть. Я считаю, это нужно. Консультанты акции рассказывают не только о том, как важно знать свой статус. Попутно развеивают популярные мифы, до сих пор прочно сидящие в головах людей. Например, что можно заразиться при рукопожатии или поцелуе. Многие думают, что можно заразиться через маникюрный кабинет, через стоматолога, пирсинг, татуировки. Так можно заразиться гепатитом ВИЧ-инфекции так не заражаются. То есть человек, зараженный ВИЧ-инфекцией, он абсолютно безопасен для окружающих. То есть при контакте, при общении. А если человек заражен ВИЧ-инфекцией, но пьет терапию, он даже при незащищенном половом контакте безопасен становится. Через какое-то время после приема терапии. Врачи напоминают, невысокий статус, недолгое замужество – не гарант безопасности. Вирусом иммунодефицита можно заразиться, даже если человек не входит в группу риска. Так как ВИЧ-инфекция, сам этот вирус вышел в общую популяцию, теперь социально адаптированный человек тоже может быть заражен ВИЧ-инфекцией. Это не только группа риска. Поэтому еще раз призываю и направляю людей, у которых хоть когда-то был незащищен половой контакт, человеку нужно сдать анализ на ВИЧ-инфекцию. На данный момент в регионе заболеванием поражены 12 022 человека. Это значит, что каждый 104-й житель Ульяновской области имеет вирус. Только в этом году выявили более 700 вновь инфицированных, среди которых основная масса – это работающие мужчины и женщины в возрасте от 30 до 40. Основным путем заражения по-прежнему остается половой. Таким способом оказались инфицированы более 80%. Еще около 16% зараженных употребляли психоактивные вещества. По показателю пораженности населения, наш регион на 13-м месте в России и на 3-м в ПФО. Ульяновские студенты вспоминают правила безопасности труда и борются за денежные призы. Интеллектуальный турнир «Нулевой травматизм» проходит среди учащихся 9 профессиональных образовательных организаций. Этот проект получил грантовую поддержку в одноименном конкурсе регионального отделения Федерации профсоюзов. Для участников подготовили мастер-классы и практические занятия по четырем направлениям. Студенты техникумов и колледжей расследуют несчастные случаи и на производстве учатся оказывать первую помощь. А еще вспоминают правила электробезопасности и работы на высоте. В чем суть? Вот, зафиксирован два смежных суставов, она никуда уже не денется, и человек в данном состоянии, то есть уже непосредственно транспортирован в трампу. Это те люди, которые уже в скором времени пойдут на рабочие места. Не всегда у индивидуальных предпринимателей, понятно, что на крупных предприятиях охрана труда поставлена на высоком уровне. Потому что есть ответственные люди, есть специалисты по охране труда, которые ей занимаются. А очень много пойдут к простым индивидуальным предпринимателям, которые в принципе не столько заботятся о защите здоровья и жизни своих сотрудников. И вот мы как раз и хотим показать, как себя нужно вести при проведении работы. Финальная игра пройдет в начале декабря среди лучших команд отборочного тура. Напомним, весь 2019 год в регионе по инициативе губернатора проходит под знаком нулевого травматизма. Когда победа в суде далеко не гарантия скорейшего решения проблемы. Об этом, как никто, знают жители одного из домов в поселке Плодовый. Шесть лет назад высшая инстанция постановила капитально отремонтировать кровлю старого жилого дома. И вот уже не три года, а два раза по три люди ждут обещанного. Олег Тюрин продолжит. Дома поселка Плодовый, как и многих бывших учхозов, результат бурного социально-экономического развития времен советской эпохи. В каждый кирпичик возводимого сооружения, как и в головы людей, тогда закладывались мечты о светлом будущем. Но вот спустя десятилетия жилой фонд того времени превратился в тяжелую, обветшалую коммунальную ношу для дней нынешних, о которую, как волны о корму корабля, разбиваются грезы о беззаботной хотя бы в бытовых вопросах жизни. Течет, волокон течет. Один из таких кораблей дальнего плавания. Дом номер 9 по улице береговой поселка Плодовый. За долгое путешествие из одной эпохи в другую крыша судна порядком износилась. Штурман в лице управляющей компании забыл о главном морском законе и первым капитулировал с тонущего плавсредства. И простые юнги в лице обычных жителей остались один на один с проблемой, подавая регулярные сигналы бедствия. Ну куда еще обращаться нам, подскажите хоть. Куда? На суд еще подать? В год ждали суд. В год мы ходили три бабушки. Судья нам имя дала уже, бурановские бабушки сказали нам. Ничего не добились. Ничего-то из банала. Семь лет уже, семь лет. Бумажки написаны. Семь лет. Скажите, куда идти хоть нам. Вы же знаете закон. Сам дом не видел ремонта с далеких 70-х годов. За это время регулярно протекающая крыша сполна наелась грибков и плесени, прибавив еще с десяток хронических заболеваний местным жителям. Последние давно поняли, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, но тонут. Тонут и в кипе судебных решений, и в попытке добиться справедливости. Решением Железнодорожного районного суда города Ульяновска от 30 января 2013 года на администрацию города Ульяновска возложена обязанность выполнить работы по капитальному ремонту кровли многоквартирного жилого дома номер 9 по улице Береговая в поселке Плодовый. Согласно адресному перечню многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2018 году в рамках исполнения судебных решений, выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома номер 9 по улице Береговая в поселке Плодовый по вышеуказанному решению суда не предусмотрено. Несмотря на решение суда от, внимание, 2013 года, ремонта кровли этого дома у муниципалитета не предусмотрено 13 лет, вплоть до 2026 года. Сейчас у городской администрации уже накопилось 460 таких же домов, терпящих катастрофу. При этом в бюджете на ремонт заложено всего 100 миллионов рублей. На эту сумму в год можно отремонтировать около 30 зданий. Для того, чтобы этот срок приблизить, людям необходимо в первую очередь создать инициативную группу собственников. Те, кто готов будет заниматься переносом сроков на более раннее время. Второе, что требуется, необходимо техническое заключение, которое подтвердит, что дому действительно необходим капитальный ремонт. Получается, что действующее решение суда для региональной программы не является весомой причиной в подвижках к скорейшему ремонту. То ли в силу незнания всех юридических тонкостей, то ли в силу отсутствия возможностей, жителям только и остается подавать все слабеющие сигналы СОС. Подскажите, куда идти хоть нам. Вы же знаете закон. Олег Тюриный, Герман Баранов. Вести. Ульяновск. Бродвей в кармане. Фестиваль под таким названием объединил полсотни одаренных ребят со всей области. Это проект, который получил грант региональных властей. В центре детского творчества собрались певцы, танцоры, циркачи, поэты, художники. Вокал, танцы, цирковое искусство и декоративно-прикладное творчество. Студент медицинского техникума, например, представил фантастику в акварели. На одном полотне сразу несколько сюжетов и максимальное количество деталей. Картины Никиты Красильникова многие сравнивают с живописными комиксами. Я импонирую к таким образу путешественников, к образу человека, который находится в постоянном поиске. То есть я не делю его на белого и черного условно. То есть он для меня является некой золотой серединой, способной и на ошибки, и на какие-то злодейства, может быть, в какой-то мере. Но проживающий наиболее продуктивной, наиболее интересной для него жизнь. То есть для меня этот образ путешественника, человека, находящегося в постоянном поиске чего-то нового, является как бы ключевым. У нас здесь даже такие ребята, которые, может быть, стесняются проявить себя на всю аудиторию в повседневной жизни. А вот тут мы им даем такую возможность, такой толчок, мотивацию, именно для того, чтобы в дальнейшем уже реализоваться еще более масштабно. Ведь яркие и креативные возможности ребят оценили не только зрители, но и приглашенные эксперты. Именно они должны помочь в реализации творческих проектов участников фестиваля. И на этом выпуск программы «Вести Ульяновск» подходит к концу. Далее авторская программа Бориса Корчевникова «Судьба человека». Сейчас в Ульяновске 9 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 83%. Ветер юго-западный 9 метров в секунду. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok